Вы знаете, сегодня я хочу с вами поговорить еще опять о том, как быть совершенным. Этот призыв Иисуса Христа все время звучит. Он все время звучит в моем сердце. Я думаю, что во многих сердцах Он тоже звучит. Я уверена, что Он звучит просто с неба. К народу Своему. Бог призывает, потому что Он тот же самый. И Слово, которое Он оставил, оно то же самое. Слово, призывающее к Нему. Вот Матфея 19, 21 сказано. «Если хочешь быть совершенным». «Если хочешь быть совершенным». Кому Он это сказал? «Вы помните, что Он сказал это одному юноше богатому, который пришел узнать, что Ему сделать?» Он спросил, что Ему сделать, чтобы спастись. Но Иисус Ему предложил гораздо большее. Чтобы спастись было достаточно, что Он исполнял заповеди. Он жил по законам. И Бог сказал, что ты уже спасен. Если ты это все исполняешь, для спасения достаточно. Но если хочешь быть совершенным. Пойди, продай имение твое, раздай нищим. И будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за Мной. Знаете, много лет назад Мой Дух откликнулся на это. Этот призыв стал для меня. Я думаю, что для кого Он откликнулся? Для тебя этот призыв. И вот я прошла этим путем и не могу остановиться. И хочется всех звать, потому что я поняла, что это превосходнейший путь. Воистину о нем говорил Павел, что это превосходнейший путь. И ходи, и я покажу тебе путь превосходнейший. Ну, знаете, много споров. А что же такое совершенный? Как возможно быть совершенным? И я думаю, только потому, что путают. Совершенный и абсолютный. И представляют, что если совершенный, значит абсолютный. А это невозможно. Конечно, невозможно. Абсолютным быть невозможно. Это только Бог. Но Бог нас никогда не призывает быть абсолютными. Но Он говорит, если хочешь быть совершенным. Разве может что-то Иисус сказать, что невозможно исполнить? Если Он нам предлагает, значит Он знает, что это мы можем. На это мы способны. Но все-таки это желание. Это каждого желания, кто хочет. Если хочешь. Если хочешь, начинайте. Тогда следуй за Господом. Если хочешь. Но если ты хочешь, тогда приготовься потерять. Все то, что ты копил годами, как сокровище, что для тебя было дорого, в твоих глазах это было сокровище, богатство, а на самом деле не является таковым. Не испугаешься все потерять для того, чтобы приобрести, все оставить, чтобы найти найти сокровища, найти сокровища, найти того, который есть сокровища. Как Павел пишет, да и все почитают щитой, ради превосходства познания Христа Иисуса. Господа моего. Для Него я от всего отказался, от всего отказался. Потому что он для Него был сокровищ. Потому что он приобрел сокровищ, он понял, что он сокровищ. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести его, это сокровище Христа. И найтись в нем не со своей праведности, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведности от Бога по вере. чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его. Собразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Лично я хочу достичь совершенства. Хочу достичь совершенства во всех областях моей натуры. Во всем моем характере. Совершенство в моем духе. в моей жизни, в моей душе. Вот что такое совершенство? Давайте посмотрим. Что для этого надо? Я просто зачитаю. Достичь совершенства в терпении, в смирении, в кротости, в послушании, в воздержании, в удержании своего языка, достичь совершенства в вере, в доверии Богу, в познании истины, достичь совершенства в любви, в мире, который даст сердце, в довольстве, быть всем довольным, в благочестии. Но если я что-то упустила, то Бог это напомнит. А вот что такое совершенство? Кто из вас хочет этого достичь? Что тут плохого? Но, мои дорогие, к этому надо идти. Для того, чтобы это достичь совершенства, необходимо довести это все грани человеческой натуры и характера совершенства. То есть полностью покориться Богу. Полностью покорить себя Господу, понимаете? То, что Ему не покорено, не может быть совершенным. Когда Иисус сказал богатому юноше, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение Твое, раздай нищий. И только после этого следуй за Мной. Приходи и следуй за Мной. Невозможно иначе. Невозможно следовать за Иисусом, оставляя для себя все вот эти качества, все это богатство. Итак, что имел в виду Иисус, когда сказал продай, раздай? Разве если мы продадим все, что мы имеем, имею в виду финансы, допустим, наши отдадим, богатство наши, дома наши, все отдадим, материальное, мы станем совершенными? Никогда. Это не делает человека совершенно, понимаете? Если мы это приобретаем, мы не становимся совершенными, раздаем, не становимся совершенными. И Павел очень хорошо сказал в 1 Коринфлян 13, 3. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет, нету никакой пользы. И он ответил на этот вопрос, что не это делает совершенным. Так же Иисус сказал, раздай все и иди за мной, будешь совершенным. То есть богатство нас не приближает, не отдаляет. Речь не об этом. Во-первых, цель. Ради чего ты это делаешь? Ради чего ты все оставляешь? Как правило Павел, чтобы найтись в нем, чтобы его приобрести? Это уже любовь. Это уже любовь, это уже ты его так любишь. Любовь тянет тебя к Иисусу, любовь тебя влечет к Иисусу. Для того, чтобы за ним последовать, надо его любить. А в другом случае нет пользы. Хочешь раздай, хочешь не раздай. Но когда ты любишь Господа, все остальное ты освобождаешь для Него. И это имел в виду Иисус, когда сказал юноше. И это то, что Иисус сказал, когда он говорил с молодым человеком. Если хочешь, если хочешь быть совершенным, но заплати цену. За желание быть совершенным, надо заплатить цену. За желание идти за Иисусом, надо заплатить цену. Потому что это великая честь. Речь не о спасении, это великая честь. Итак, богатство не приближает нас к Иисусу. И потери его не приближают нас к Иисусу. Желание следовать за Христом. Любовь к Нему. Она нас приближает. А земное богатство здесь ни при чем. Просто он был привязан. Просто он был привязан, понимаете? Это пример для нас, для всех верующих. Всех, которые уже живут Христом, уже живут в Атлестии, уже спасены. Спасение не надо зарабатывать. За Него не надо платить цену. Христос заплатил за нее цену. Мы получаем ее даром. Поэтому это речь не о спасении. Что за спасение надо заплатить, надо все раздать. Нет, сказано, это Божий дар. Вы все получили даром. Спасение получили даром. Бесплатно. Вы ничего не заплатили, чтобы получить спасение. А вот если хочешь быть совершенным, то тебе не достают одного. Полюбите его так, чтобы все оставить. Чтобы ты смог оторваться от всего, к чему ты привязан. От всякого рода привязанности. Это насколько он для тебя должен быть дорог, что то, к чему ты привязан, ты оставляешь. Потому что он дорог. Понимаете? Пока у человека есть что-то дороже, чем Иисус Христос, он не следует за Ним. Он не следует за Ним. Если что-то или кто-то дороже, чем Он, ты не следуешь за Ним. Это твое богатство. То, что дороже Бога, это твое богатство. Это то, чем ты обогатился. И это богатство будет удерживать тебя от того, чтобы следовать за Иисусом. Такой человек не следует. Что-то, возможно ли что-то любить больше, чем у Его? Но такой человек никогда не станет совершенным. Никогда. Потому что он ничем не пожертвует. Потому что совершенным мы становимся только, когда следуем за Христом. На протяжении этого пути. Это путь совершенства. Если не следуем, не будем. Понимаете? Но как Иисус сказал, не достоин Меня. Тот, который любит что-то больше, чем Его, не достоин Его. Вы знаете, очень неудобные слова сказал Иисус. Очень неудобные. Их не любят проповедовать. Обходят стороной, чтобы никак не заделиться. Но оно говорится в Писании, сказал Иисус. Кто любит отца или мать более, нежели Меня. Недостоин Меня. Кто любит сына или дочь более, нежели Меня. Недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Вы где-то увидели слово пусть не любит отца или мать, не любит детей. Вы где-то увидели это? Я так не прочитал. Иисус не сказал, не любите. Но Он сказал, кто больше любит, нежели Меня. Вы понимаете разницу? Любите. Но Иисуса надо любить больше. Но если ты не любишь Его больше, ты просто недостойный. И тот юноша любил свое имение больше, чем Иисус. Поэтому он не мог за Ним последовать. Хотя был хороший человек. Иисус полюбил Его, увидел, что хороший. Но этот хороший любил больше свое имение. Не думайте, что в это имение входит только то, что вот поместье Его. Это вся Его семья, весь Его дом. Это Его имение. Все это Он любил больше, чем Иисуса. Он не мог взять крест и пойти за Ним. Он недостоин. Чего недостоин? Отношений. Близости. Дружбы. Недостоин Меня, сказалось. Павел хотел приобрести Христа. А Иисус говорит, Он недостоин Меня. Недостоин приобрести Меня. Почему? Потому что что-то любит больше, чем Меня. Поэтому Он не решился следовать, потому что не любил Его так. Если Вы что-то или кого-то любите больше, чем Иисуса, Вы не последуете. Вы не будете платить цену. Вас удовлетворить спасением. Но всегда Иисус предлагает больше, чем спасение. Он не пришел в этот мир только как спаситель, как все это представляют себе. Он принес царство. Понимаете? Царство. Он предлагает царствовать. А человек выбирает только спастись. Немножечко разница. Я очень сожалею. Итак, Иисус предлагает царствовать. А для того, чтобы царствовать, надо следовать за Ним. Потому что Он сказал, кто последует за Мною, тот, где Я, и Он будет. Не другие. А те, которые последуют. Там, где и Я, и они будут. И те, которые последуют за Мною, того возлюбит Отец. Невозможно стать совершенными, если не последовать за Ним. Потому что это путь совершенных. Понимаете? Это целый путь. Это не за один день. Это целый путь. Именно следуя за Ним, приобретаешь навыки совершенства. Иначе никак. Посмотрите, как Он учил своих учеников. На собственном примере, на разных случаях, ситуациях, Он учил тех, которые следовали за Ним. И Его ученики стали совершенными. Потому что они получали очень много уроков от Иисуса. Они день и ночь были рядом с Ним. День и ночь. И Он преподавал им уроки. Уроки святости, праведности, совершенства. Это очень важно, быть всегда с Ним. Потому что они постоянно пребывали во свете Его Слова. А свет Его Слова все время обличал. Если вы внимательно читаете Писание, то вы видите, Он все время их нежно обличал. И направлял. Как ты станешь совершенным, если ты не получаешь обличения? Как ты увидишь себя, если ты смотришь только на себя, на свой эгоизм и через эгоизм? Ты никогда не узнаешь о себе истину, если не заглянешь в глаза Иисуса. А у них даже мысли были обличаемы. Какая прелесть! Когда Господь даже мысли твои контролирует и поправляет. Вот оно, совершенство. Когда ты даже уже в мыслях имеешь такой контроль. Даже уже мысли тебе не позволяешь неправильно. Неправильно. Ни по любви. Вот так Он учил Своих учеников. Он учил их ходить по воде, верой. Он мог сказать, садитесь в другую лодку, переплывите, но почему-то Он многие вещи показывал. Учил. Помните, когда Он спал на корме и лодку трясло. Показывай, доверять надо, как я Богу Отцу. Это все уроки. Ничего не было сделано просто так. Это все уроки. И вы знаете, это уроки для нас. Если мы сейчас научились следовать за Ним и учиться, доверять Ему, следование за Иисусом это духовный университет. Можно всегда в яслях быть. Можно детский сад закончить. Можно школу, слава Богу. А я вам предлагаю университет. Духовный университет, где придает уроки, преподает уроки Дух Святой. Мои дорогие, Иисус учил совершенной вере, совершенному доверию и своими примерами. Кто мог видеть эти примеры, если не следовал за Ним? Никто. Никто. Они просто пришли, что-то получили от Него, помолился за Них, освободились и пошли обратно, послушали чуть-чуть. Только те, которые с Иисусом были постоянно в непосредственной близости познавали Его характер, который отразился потом на их жизни. Апостолы стали такими, и потому что были близки с Иисусом. Апостолы стали такими, и потому что Дух Святой на них сошел, потому что были близки с Иисусом. Потому что научились от Него очень многому. Еще один пример. Когда Он кормил более пяти тысяч, семь тысяч, пять тысяч, а там более было, потому что и женщин, и детей не считали. Он только возблагодарил и отдал в руки апостолов своих учеников для того, чтобы они несли народ. Хлеб, который они имели в руках, приумножался у них же. Вы понимаете, приумножался. Это было интересно, но это была особенность Духа. Дух Святой творил их руками уже тогда. Они уже тогда видели чудеса и сами участвовали. Они не просто сидели и кушали и им подали. Они уже участвовали в этом, понимаете? Участвовали в приумножении. И сейчас участвует приумножение хлеба насущного небесного, тот, который несет этот хлеб. В них он приумножается. В вас он может приумножаться. Он говорит Господь, что хочет, чтобы реки из вас стекли живой воды. Они были участниками чудес. Не зрителями, а участниками. Их покрывала слава Христа. И под этой славой они совершали чудеса и знамения. Иисус их учил. Научитесь те, которые идут за Ним, они учатся. Это уроки. Это жизненные уроки. Когда Иисус говорил о Царстве Небесном, Он сказал, очень интересно. Эти притчи очень глубокие. Он, посмотрите, я прочитаю вам немножко. Матфея 13, 44, 46. Он не сказал о спасении. Он говорит, Царство Небесное, подобно Царство Небесное сокровищу. Сокрыто монополе. Которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, чтобы им купить его. еще под дом на Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, которые, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, все, что имел и купил ее. О чем он говорил? Не то ли он сказал богатому юношу? Продай. Это драгоценство. Будешь иметь сокровища. сокровища на небесах это не обязательно, когда я приду туда. Уже сейчас мы можем иметь сокровища на небесах и пользоваться на земле этим сокровищем. небесное сокровище. Но если для тебя это драгоценно, ты все продашь. Он сказал, надо заплатить цену. Ты продашь, чтобы приобрести. Ты заплатишь цену, потому что для тебя это сокровище. Для кого Иисус стал сокровищем? Кто готов все продать и заплатить цену? Кто любит его настолько? Не просто кричит, я люблю его, я люблю. Покажи любовь, покажи. Это твоя жизнь должна быть. А если не готов оставить все, ради того, чтобы приобрести Христа, чтобы найтись в Нем, значит, ты не нашел сокровища. Ты обрел спасение, Аллилуйя. Это для тебя сокровище. Ты обрел спасение, для тебя это сокровище. Но истинное сокровище, это Он Сам. Если ты это не понял, мне очень жалко. Многими за сокровище принимается только спасение. Но за спасение цену не платят. Иисус об этом не сказал. Человек должен подумать, что он хочет, что он хочет от Господа. Помните, когда кричал один слепой, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И когда его подвели, Иисус спросил, что ты хочешь? Что непонятно, что хочет? В раз зрение, что он хочет? Но Иисус спросил, что ты хочешь? Он всегда спрашивает, что ты от меня хочешь? Получи что-то земное. Или ты хочешь небесное? Что для тебя дороже? И Павел говорил, что для него дороже нет ничего, чем небеса. Чем сам Иисус. Я вам скажу честно, пред Богом, и небо без Иисуса для меня не рай. Не рай. Там, где его нет, для меня нет рая. Потому что для меня богатство это он. Для меня это он самый и есть рай. Для кого? Для вас, если Иисус и есть рай, уже сейчас могут жить в раю. Если живут действительно в нем, не просто говорят, мы во Христе, но если действительно живут в нем, окутанные его любовью, общаются в его любви с ним, он ваш друг говорит с вами, вы с ним говорите, доверяете ему, ощущаете его присутствие. Это рай. Какой другой рай нужен? Цветочки, бабочки, да слава Богу за эти бабочки. Но что эти бабочки, если нет у Христа? Подумайте, что для вас является драгоценностью? Павел сказал, что он все почитал щитой. Только чтобы Иисуса приобрести. Только чтобы с Ним быть близко. Только чтобы не услышать никогда «Ты не достоин меня». Я думаю, это страшные слова услышать от Иисуса «Ты не достоин меня». Не представляю такое услышать «Сохрани Господи». Я так вас призываю всех. подумать об этом. Зажечься любовью к Нему. Чтобы Он стал для вас сокровищем. Можно ли сказать о человеке, что он достоин Христа, если любит что-то другое? И можно ли сказать, что он ученик Иисуса Христа, если он не следует за ним? Я знаю, что некоторые течения говорят, мы называемся ученики Иисуса Христа. Целое течение, просто церковь так называется. А некоторые хотят сказать, разве Иисус учил так жить? Разве Иисус учил так поступать? И вы ученик Иисуса Христа? Ученик Иисуса Христа это тот, который от Него научился. Который повторяет, так как повторял Он, так как жил Он. о ком сказано, что и дела Мои и вы совершите. Человек думает, дела это вот обязательно исцеление, бесов, изгнание. Делак, он жил так. Как Он разговаривал, как Он отвечал, как Он миловал, как Он прощал, как Он терпел. Вот Его дела, которые никто не хочет видеть, хотят видеть только великое и славное. Но перед великим и славным сначала умолитесь. Многие христиане считают себя учениками. Многие христиане считают учениками. Подумайте, кто такие ученики. А некоторые очень дорожат Иисусом. Очень держатся за Него, как за золотую рыбку. Он для них найденное сокровище. Удача, поймали. А теперь Он будет исполнять все желания. И к Нему в молитву. Дай это, сделай то, сделай то. Дай это, дай то. Господи, дай ты должен. Вот это, Господи, дай и сделай. Устрой мою земную жизнь. А вы знаете, чем закончилась золотая рыбка история? Подконец, где я не осталась, где старушечка оказалась? При поломанном корыте. Чтобы не остаться так, мои хорошие. Бывает и такое. Не достоин меня, извини. Но Иисус говорит, если хочешь быть совершенным, пойди продай. Продай твое имение. Все, что для тебя так дорого, ты держишься. Оно тебя не отпустит. Отдай, продай это все. Раздай это нищим. И будешь иметь сокровище на небесах. Тогда приходи и следуй за мной. Что значит следовать за Иисусом? Как Он идет, так идти? Куда Он идет, туда идти? Какими путями Он тебя поведет? Идешь, потому что Иисус тебя ведет. Стать учеником Иисуса это значит полное посвящение. Это полное посвящение. Посмотрите на учеников Иисуса. Это было полное посвящение. Они следовали за Ним, куда бы Он не пошел. Правда? Не так ли говорится о невесте Иисуса Христа? Что она пойдет туда, куда Он ее поведет? Куда бы Он не пошел. Так написано. То есть нужно в первую очередь избрать этот путь. Совершенно посвятить себя. отречься себя. Без этого невозможно. Если не отречете себя, без этого невозможно. Не отречете себя, никогда не станете совершенными. Так что выбирает каждый сам. Если хочешь. По желанию. Вам предлагаются небеса спасения и предлагается царство. По желанию. спасение вы все выбрали. Аллилуйя. А Иисус говорит, а если хочешь быть совершенным, тогда продай. Заплати цену. Иди за Мной. Тогда если любишь что-либо, кого-либо, более нежели меня, говорит, недостоин, перепроверьте свои сердечки, перепроверьте царь ли он в вашем сердце, Господь ли он, которому вы поклоняете. Или у вас есть что-то, а он сбоку, тогда он не царь и не Господь. Кому вы поклоняетесь, перед кем вы ходите и жилете, кто для вас Господь, господствует вашей жизнью, и что господствует вашей жизнью. Перепроверьте, если хотите быть совершенными, будьте благословенными. Благословен.